ребят всем большой привет с вами таня и сегодня у меня она собиралась достаточно внушительная коробочка с люксовыми разочарованиями много косметических продуктов которые ну по той или иной причине мне не понравились и вот хочу сегодня поделиться с вами своими мыслями и рассказать что же из косметики из дорогой косметики мне не зашло отодвину немножко коробочку чтобы сразу все не спойлерить и я хочу вот у меня в коробку это не поместилось начать не с декоративной косметики а вот с такой маски для волос достаточно дорогая маска от orbe я много хороших отзывов слышала об этой маске и честно говоря очень хотела ее попробовать но мне к сожалению она не зашла здесь конечно просто невероятно красивая упаковка и вот тут вот внутри такой как бы сменный блок вы можете всегда это достать и получается такая как пепельница грубо говоря и вот этот вот блок можно менять но это можно было бы менять если бы эта маска мне понравилась мне она совершенно не понравилась она в виде такого воска наверное который нужно в руках ты вот значит набираешь я набираю всегда не пальцем лопаточка какой-то здесь комплекте была лопаточка и значит этой лопаточкой набираешь и этот воск вот так в руках растираешь а потом наносишь на сухие волосы до мытья на то есть это перед мытьем головы делается после того как вы нанесли эту маску на сухие волосы нужно подержать ее 10-20 минут и смывать дальше уже шампунями кондиционером в общем все остальное вы делаете по своему привычному графику что же мне не понравилось после того как я все это смывала мои волосы превращались какую-то жирную паклю которая не отмывалась и после третьего раза при том что я пробовала и меньше наносить и меньше держать и более тщательно смывать но результат всегда один и тот же волосы висят жирной сосулькой и ничего с ней не сделать это прям самое огромное разочарование из вообще наверное всех масок для волос что у меня когда-либо были потому что ну даже бюджетные маски они хоть как-то но работает хоть как-то ну не знаю разглаживают волосы ну какой-то эффект видно после этой маски мне совершенно ничего не понравилось и это просто выброшенные сколько там она 60 или сколько она долларов стоит ну в общем абсолютно абы что люди если кто-то пробовал эту маску и вам она зашла то поделитесь секретом как вы пользуетесь потому что может быть это какой-то определенный тип волос хотя у меня достаточно сухие волосы где где те люди которые оставили положительные отзывы не знаю в общем я жду ваши отзывы в комментариях и давайте уже приступим к остальным разочарованием уже косметическим есть у меня тут пара продуктов которые я вообще не показывала на своем канале ну потому что как-то вот не знаю я тестировала тестировала но вот например вот такой тональный от by terry hyaluronic hydra foundation spf 30 это мне кажется здесь проблема в описании самого продукта то есть там настолько расплывчатое описание какой финиш у тонального как он для какой кожи написано что это для всех типов кожи судя по названию он вроде как должен быть увлажняющим и я видела что многие блогеры его показывают и хвалят с похожим типом кожи как у меня но к сожалению это оказался для меня глухоматовый тональный который абсолютно не сидит на моей коже есть даже несколько видео в которых я тестировала но не говорила что это именно этот тон я его там тестировала и там ну действительно очень плохо он сидит у меня на лице я достаточно долго пыталась к нему приловчиться как-то его полюбить но нет единственные так вот негативные отзывы я на него слышала что у кого-то от него даже воспаление есть у меня слава богу воспаление не было но по финишу он не совершенно не зашел абсолютно не мой продукт и я ну я понимаю что это продукт для жирной кожи для комбинированной и почему нормально не написать в описании что вот ребята это для жирной комбинированной кожи все покупайте а когда в названии написано что это красивый финиш непонятно какой увлажняющая формула там бла-бла-бла и ты думаешь ну окей наверно к моей сухой кожи подойдет но оказалось что нет в общем не знаю что с ним делать тоже какое-то такое жуткое разочарование я уже с байтери у меня вообще как-то либо и 3 простите я не знаю кто как называет так вот с этим брендом у меня как-то не складывается вот например у меня есть еще вот такая вот палетка на нее я как раз делала отдельный обзор отставлю тональный чтобы он не мешал на нее я делала отдельный обзор вот так вот она выглядит в этом выпуске вместе с этой палеткой это вот холодная версия а еще шла теплая версия и после этого еще у байтери вышло еще несколько такого же типа палеток но я уже их не покупала потому что ну достаточно специфическая здесь формула и единственный оттенок которыми здесь нравится этот вот этот вот светлый шиммер здесь вот эти все шиммерные оттенки они такие кремово-мусовые не знаю даже как сказать вот он действительно красивый не пойму я сфокусировался он или нет ну вот этот оттенок действительно стоит внимание а остальные мне совершенно не понравились достаточно пляшивые вот эти два вот этот синий ну тоже так себе смотрится темные оттенки вот эти достаточно тоже посредственно единственное здесь хорошие матовые вот этот вот и вот этот вот можем их тоже посвочить сейчас они неплохие но опять же скорее даже из-за своих оттенков просто потому что это такая вот гамма а как именно сама формула то тени достаточно ну средненький если честно вот я видела многие хвалят у байтери новые вышли гиалуроновые как-то там они называют бальзамы для губ но тоже они стоят 38 долларов один бальзам я не знаю я уже после того как познакомилась с несколькими продуктами даже не знаю стоит ли вообще брать и вообще обращать на это внимание ну конкретно эту палетка она меня совершенно к ней не тянется рука и это конечно меньше разочарования чем тональные но тоже не могу сказать что супер какой-то продукт еще одна категория очень дорогих разочаровашек это вот такой прошлогодний выпуск от ламер также есть у меня на него отдельный обзор я там тоже достаточно сильно ругаюсь radiant skin tint spf 30 он вроде как позиционируется больше как крем с оттенком но у него очень густая текстура и ни кистью ни спонжем у меня совершенно не получается его растушевать то есть он такой даже я бы не сказала что это крем он какой-то вот что-то среднее между кремом и тональным конечно здесь присутствует вот этот вот красивый запах красивый вкусный запах от ламер этими травами ну вот посмотрите его тушуешь тушуешь ладно окей но он очень сильно забивает поры то есть даже если единственное чем его еще как-то можно растушевать это рукой ну вот кстати вот сейчас на руке оно не видно но в области носа это всегда выглядит ужасно и он немножко подсвечивающий у него достаточно легкое покрытие и он тяжелый на лице то есть вот такое чувство когда вы наносите очень тяжелый spf здесь spf 30 но есть такие спф и которые прям вот ну ты их ощущаешь и он становится прям жирнит лицо вот этот крем к этой категории относится и конкретно у меня на носу и вот в области носа он лежит очень некрасиво как бы я не питал не пыталась его растушевать там да можно пытаться наносить сильный увлажняющий крем перед ним но тогда ты ощущаешь вот этот слой на лице еще сильнее не знаю для такого бренда ну такой эффект достаточно посредственный он не стоит совершенно своих денег мне не смогла я подружиться с этим продуктом он у меня уже почти год даже больше наверное уже чем год и я думала что я его все-таки измажу на себя хотя здесь вот здесь написано 24 месяца срок годности теоретически еще год у меня есть чтобы его освоить и к нему как-то приловчиться но что-то я сомневаюсь что я его полюблю хотя многие блогеры которые вот даже возрастные вот постарше они его хвалят но я не знаю неужели он морщинки не западает и также от ламеры сюда я в эту категорию внесла тоже прошлогодний продукт я не знаю почему то в этом году у них ничего не вышло каких-то новинок ну наверное как всегда вы знаете кто и что в этом виновата красивая нереальная упаковка это вот прошлогодний такой выпуск бронзер хайлайтер румяна все в одном также у меня есть видео на этот продукт он до сих пор продается даже на российском ламер ру я именно там бы покупала опять же вот этот очень такой очень вкусный запах здесь мне чисто из-за запаха ой класс я готова его оставить мне не жалко его куда-то убирать но как продукт на мне он к сожалению совершенно не работает здесь вот этот хайлайтер все портит сам бронзер ну более-менее в принципе он конечно очень рыжий но в принципе на лето его можно приручить вот эти вот румяна неплохие но они сиянием и например чтобы добраться здесь вот их отколупать надо какой-то очень специфическая кисть чтобы ну чтобы вот это вот все не смешивался я например не хочу смешивать бронзеры и румяна вместе получается это ерунда мне нужно например только румяна и вот неудобно а например часть хайлайтером здесь просто гигантская и а этот хайлайтер мне не подходит от слова совсем он такой золотисто-розовый темноватый для меня ну не знаю просто может быть я такие продукты не так чтоб сильно люблю но как-то на мне он смотрится вообще не видно сейчас ну короче на лице это вы можете плохо видно конечно свочи но на лице можно зайти посмотреть как это выглядело у меня в прошлом году видео я на все обзоры которые я уже делала на эти продукты оставлю ссылки под видео в описании можете посмотреть конкретно этот хайлайтер мне не идет так что даже не знаю мне визуально нравится продукт но я его практически не использую иногда вот заложу в румяна но из-за того что совершенно неудобно их оттуда выколупливать то рука к нему тоже не тянется и прям вот жалко только из-за упаковки из-за запаха его оставлять ну и вообще такие деньжище платить честно говоря не вижу смысла ну ради что для коллекции но я не такой уж коллекционер нет конечно хотелось чтобы продукт работал а не просто лежал на полке еще у меня тут светится один продукт от наташи диноны даже кстати не один но начнем вот с этого это прошлогодняя палетка для лица из бронзовой коллекции от наташи диноны и вот насколько нравится мне палетка для глаз вот например сейчас я и достану вот это я больше люблю здесь именно сияющие оттенки матовые здесь намного реже я использую все таки не слишком рыжий но вот эти вот три нижних сияющих это просто ну они красивые вот это тут недавно я видео показывала ну действительно красивые так вот эту палетку люблю а вот эту вообще не пользуюсь и совершенно не понимаю зачем она нужна здесь вот такая вот здесь сверху два кремовых продукта и снизу два шиммерных но это такая какая-то совершенно странная муссовая текстура хайлайтер это для меня темный я его использовала как бронзер вот это для меня совершенно непонятно какая-то сияющая рыжая вещь ну мне не подходит я не знаю кому это подходит она делает скулы щеки и вообще лицо настолько сияющим что ну ну это некрасиво то же самое могу сказать про вот эту вещь ну куда куда это можно наносить даже если очень сильно загорю мне это только как тени на глаза можно использовать может быть единственное чем я иногда вот что иногда наношу это вот этот оттенок опять же как тени на глаза вот этот вот вот этот вот как тени на глаза я иногда наношу и вот этот иногда как подложку так все замазала но уже не страшно ну не знаю какая-то она невнятная эта палетка наверное для очень смуглых девочек она будет норм это если честно я не понимаю это очень сияющие вот эти вот оттенки и ну просто становиться сияющим пирожком я не вижу смысла на эти палетки наташи динона не очень хорошие отзывы практически на все вот на эти четверки и скорее всего если у нее что-то новое такое будет выходить вряд ли я буду это покупать ну еще давайте с наташей динона разберемся сейчас я все достану помады и блеск у меня есть опять же оставлю ссылку на видео где я все это уже показывала к сожалению мне ничего не понравилось например что касается помад то ну во первых я пользовалась ей совсем мало но может пару раз и здесь очень мало продуктов принципе то есть ну вот смотрите я раза два и мазалась красилась правильнее сказать внутри может быть и вот это все что от помады остается то есть она совершенно ну как то не знаю как половина обычных помад это одно второе она по текстуре очень сухая то есть для меня вроде бы как это натуральный финиш но мне она суховатая она не комфортная мне и здесь как всегда какие-то непонятные оттенки у наташи вернее как то что на сайте абсолютно не соответствует действительности то что к тебе приезжает то есть ты видишь на сайте вроде вроде бы помада с розовинкой тебе приезжает достаточно рыжий оттенок сейчас у меня я еще покупала это когда была совершенно не загоревшая и но это просто выглядело отвратительно на губах то есть вот сейчас когда кожа ну чуть-чуть позагорели она выглядит еще более-менее но все равно мне не идет такой рыжий оттенок и я тогда взяла еще одну помаду потому что как-то даже хотелось побольше оттенков вот этот оттенок это вообще опять же мне казалось на сайте что он с розовинкой ну где здесь розовинка я не вижу и эту помаду я даже ни разу на себя не использовала я не знаю может быть кому-то ее отдам но я не знаю честно говоря людей кому это подойдет то есть это только ну прям реально темнокожим девчонкам как-то не знаю может кто-то любит как бы сама по себе помада не так чтоб сильно классная ну не знаю в общем тоже с помадами наташа динона у меня не задалось я когда покупала я думала что у меня с блеском получится дружба хотя бы я все-таки знаете любитель блесков но к сожалению тоже нет здесь сама формула мне не понравилось он какой-то как знаете как как какой-то карамель как будто ты помазал губы какой-то карамельной субстанцией по цвет и цвет такой какой-то розово-золотистый дуохромный я понимаю опять же что это летняя тема может быть ну как бы предполагала что яркий летний бронзовый макияж но здесь достаточно крупные блестки и сама именно текстура он такой еще немножко как с холодком но это ладно это не страшно но просто он вот реально лежит пленкой на лице совершенно мне не понравился этот блеск я слышала что тоже люди не особо в восторге от блесков наташи диноны поэтому в ближайшее время вряд ли я что-то новое буду пробовать из продуктов для губ от наташи но если только там какая-то супер розовая коллекция у нее не выйдет не знаю но пока что сплошные разочарования ну кстати в категорию рыжих помад которые невозможно увидеть на сайте эту рыжину а относится еще вот такая помада от вейн гос на вейн гос меня как-то так тоже не вышел обзор у меня лежит его палетка но я посмотрела сейчас у него выйдет еще одна такая более нюдовая палетка с розовинкой с персиковинкой вот эту закажу и тогда может быть сделал какой-то общий обзор из того из всего что у меня есть но пока покажу вам помаду тоже к сожалению не зашла мне эта помада опять же я не угадала с оттенком опять какой-то совершенно непонятный рыжий очень сложно на сайте выбирать вроде кажется что с розовинкой но американских брендов у них есть такая особенность они всегда фотографируют помады на более темненьких девочках и ну практически невозможно попасть в оттенок пальцем в небо и здесь текстуры еще более сухая чем в помадах от наташи опять же здесь вроде как натуральный финиш но мне не подходит не понравилась мне эта помада здесь у меня лежит еще две палетки кого бы вы думали шарлоты принципе из маленьких палеток это единственные две палетки от шарлот которые я попробовала и обе они не скажу что сильно мне понравились значит первая палетка также у меня есть макияж и обзор с ней с этой палеткой она в принципе по качеству норм но здесь у меня скорее к ней к ней вопрос к формированию гаммы то есть все таки такой глухо серый достаточно сложно растушевать без каких-то пятен и надо искать где-то дополнительный какой-то базовый коричневые через который бы растушевывать вот этот серый если растушевывать через этот то это получается такая серая мешанина вот этот вот красивый оттенок вот этот вот спаркл он хорош но это тоже больше топпер это такая знаете зимняя депрессивная палетка не знаю как по мне лучше вместо этого серого или вместо вот этого серого хотя нет на место вот этого серого я бы добавила какой-то такой какой-то серо-коричневый знаешь хоть немножко коричневинки добавить получается что здесь в этой палетке не хватает еще одного оттенка и приходится лезть куда-то в другие палетки искать его это вот за это большой жирный минус я много смотрел уже обзоров тоже на так на разные палетки от шарлоты и на самом деле от палетки к палетке качество шарлот страдает но в принципе вот эти вот топперы они везде приблизительно одинаковые красивые сияющие блестки ну как бы ничего нового уже много где есть такая текстура и еще одна палетка это тоже прошлогодняя новинка вот там была целая серия вот таких вот странных по сочетаниям по цветовым сочетаниям палеток мне захотелось попробовать вот эту синюю но здесь именно по качеству у меня уже претензии вот этот вот синий очень плешивый его надо очень аккуратно растушевывать наносить на синий карандаш в общем на какую-то подложку сложный в общем оттенок опять же у меня есть видео можете посмотреть и вот этот вот топпер он намного хуже даже вот того серебристого топпера что я показывала потому что здесь нет например вот этого спаркла да и он на темно-синей базе и он превращается в такое знаете как темно-синей смоки если на все век его нанести ну не знаю такое чувство что это makeup revolution синие оттенки а не charlotte tilbury то есть где где красивый спаркл его здесь нет его вообще здесь нет вот этот оттенок ничего но опять же он очень желтый и вот этот вот оттенок он такой вообще в оливку отдает то есть это такой оливковый они сочетаются как по мне вот этот желтый сюда совершенно не подходит все таки хотелось чтобы он был ближе к холодной гамме более холодный более светлый опять же это мои предпочтения мои какие-то от же ожидания может быть кому-то эта палетка зашла красивый макияж не получается если вы делаете на синий карандаш вот это вот все поверх накладываете синий вот этот вот спаркл синий матовый то есть вы сначала должны проработать синим таким конкретно карандашом без карандаша но у меня не работает конечно может быть это больше для визажистов но если вы покупаете хотите такую палетку для себя то с ней очень сложно справиться и мне у меня она не прижилась вообще никак к сожалению кстати от charlotte у меня лежит здесь еще один карандашик это iconic liquid eye pencil оттенок рок-н-ролл нет рок-н-колл короче ну это в общем игра слов это такой фиолетовый оттенок вот такой с фиолетовинка темно-фиолетовый вот я честно говоря брала его для того чтобы наносить на слизистую или рисовать какие-то может быть стрелки фиолетовые но к сожалению это совершенно нестойкий карандаш оказался на слизистую он у меня ну вообще не сидит он практически сразу скатывается в уголки глаз все туда забывал забивается и я вообще не знаю может быть это за оттенка этот с фиолетовым так тяжело но зачем тогда делать такой карандаш который совершенно не рабочий и стрелки тоже им очень сложно рисовать формула у него достаточно мягкая и он заточить его остренько тоненько практически невозможно я сколько раз пыталась у меня это не получается поэтому тоже как-то использовать только его как не знаю растушевывать растушевочную стрелку растушевывать нижнее веко да он растушевывать хорошо он мягкий но для целей для которых я его покупала он не подходит в общем тоже разочарование что-то шарлотта у меня к шарлотте подостыла моя любовь раньше очень любила этот бренд сейчас многие новинки даже не цепляют не знаю не хочется покупать правда вот интересно если вы видели уже за спойлер или осеннюю палетку шарлотта там она тоже немножко с рыжинкой но интересные там такие бирюзово-зелененький я подумаю но может быть ту палетку куплю на за тест потому что что ты давно на моем канале ничего именно от шарлотты новенького не было еще в эту коробочку с разочарованиями попала два продукта которые я показывала в своих ежедневных ежедневная косметика которые я пользуюсь но там она лежала скорее в такой дополнительным отсеке в дополнительном потому что я искала подход к этим продуктам я долго и упорно пыталась найти подход к ним но у меня этого не получилось к сожалению это такая тоже прошлом году вышла эта пудра подсвечивающая от our glass и это что-то смесь их вот этой вот dim light известной пудры до которая очень зашлифовывает красивые поры и и хайлайтера взяли все перемешали и получилась какая-то фигня потому что это и не пудра и не хайлайтер если например наносить это на все лицо то получается что у тебя все лицо в блестках она блестит а если просто как хайлайтер это использовать то он почти не виден то есть минимальный но если только вам нужен прямо на минимальные вообще там свечение какой-то совершенно невнятный продукцию который стоит много денег и который непонятно как использовать я даже как-то попыталась нанести эту пудру под глаза но это было забавно у меня под глазами появилась рос и блесток так сияло значит леди блестись сверкать очень долго пыталась не подружиться но дружба не получилось я убрала это из своей повседневной косметики она теперь лежит мертвым грузом и я вообще не знаю кому это может пригодиться потому что бесполезная просто бесполезная вещь и то же самое с tom ford это их такие полукремовые я даже не знаю как это назвать тени и motion proof и color это такая очень сухая как сухая ну относительно друг друге других похожих продуктов кремовая текстура сейчас жарко она даже немножко смотрю и полегчало от жары но на глазах мне не нравится как это наносится потому что она прям мне скукоживает веки сушит веки хотя они мне абсолютно не сухие и здесь тоже есть отдельные крупные блестки наверное на камере этого не будет видно но я вот так вот в живую вижу и когда ты поверху начинаешь растушевывать уже основные свои тени эти блестки начинают разноситься во все стороны тоже такой продукт который как по мне не стоит своих денег и вот на жаре я смотрю вот сейчас жарко его немножко отпустила он даже какой-то как кремовый стал но если его использовать в холодную погоду если квартире холодно он становится таким чуть ли не каменным сухим подсыхает вот здесь даже вот края начинают отходить и ну нет я больше такие продукты от tom ford покупать к сожалению не буду опять же у шарлотты намного лучше есть такая формула такие тени лучше я куплю шарлотту и осталось у меня в коробочке два продукта это уже не такой уж люкс вернее вообще не люкс но я сюда положила потому что они мне очень не понравились и к сожалению ну как то хочется тоже рассказать вам о них что это ну так себе продукты это вот такая вот тушь от шик у меня есть отдельное тоже видео о последних там новинках шик и в целом мне там все нравится прям некоторые продукты ну очень классные пудра румяна у него вышли шикарный но к сожалению тушь мне не понравилось на моих ресницах у меня достаточно специфические прямые очень жесткие ресницы эта тушь к сожалению не делать ничего ну так немножко их прочесывает и все вот такая у него маленькая щеточка в принципе щеточка для меня удобная но сама тушь она какая-то как не самая черная такое впечатление что она какая-то немного графитовая ну ресницы выглядят как будто не накрашены мне не понравилось к сожалению как бы я не хвалила остальные продукты от шик вот эту тушь я бы не рекомендовала и последнее что хочу вам сегодня показать это гель для бровей от арт визаж это конечно вообще бюджетный очень продукт но просто я когда выбирала на вал берез думаю нужны мне какие-то новый какой-то гель хочу попробовать для бровей и на вал берез он чуть ли не первый идет лучше в рейтинге там все пищат просто от восторга думаю ну около раз всем нравится надо пробовать еще упаковка очень похоже на наш люкс визаж у нас очень тоже похожие есть и ну и мне вообще не зашел продукты впервые в жизни наверное в моей метку никогда не было чтобы гель для бровей настолько сильно склеивал волосинки бровей вот между собой он берет их вот так вот между собой все соединяет и ты расчесывай не расчесывай ничего не происходит он тут же схватывается и когда ты потом пытаешься эти волосинки расчесать и более ровно как-то выложить брови из-за того что он уже высох сухой у тебя появляется на бровях какая-то куски вот этого как перхоть в общем кусочки высохшего этого геля честно вам скажу у меня с гелями для бровей такого не было никогда чтобы настолько не понравился продукт я им попользовалась пару раз и не знаю наверно буду выбрасывать просто хочу вам поближе его показать но там у называется он fix and care ну не знаю них и не fix не к он не делает наверное если очень густые брови у кого-то может он что-то сделает но даже если я например начинаю прям его ну вот прям очищать чтобы щеточка была практически сухой все равно у меня очень сильно склеиваются волоски на бровях в общем для меня бесполезный несуразный продукт хоть это и не люкс но деньги все равно жалко ну вот передо мной пустой стол все вам показала все что хотела надеюсь может быть кого-то уберегла от лишних покупок буду ждать в комментариях что же вам не понравилось из косметики может у вас есть какие-то особенные нелюбимчики которые вас очень сильно разочаровали давайте расскажем об этом всем чтобы ну как-то тоже уберечь других от лишних трат а на сегодня это все обязательно с вами еще увидимся заходите в следующее видео и пока до новых встреч